Сон. Однажды Твиттик случайно вывалился из гнезда и упал прямо под ноги мальчику Юрочке. Юрочка, как обычно, сидел в гамаке и играл на планшете в игру «Злые птички». Твиттик не раз с любопытством следил за игрой, и Юрочке это не нравилось. — Ага, попался! Теперь ты будешь моя злая птичка! — радостно воскликнул мальчик. Твиттик задрожал от страха и ничего не ответил. Юрочка затолкал Твиттика в баночку для бабочек и куда-то ушел. Оставшись один, Твиттик хотел расплакаться, но вдруг заметил в углу оранжевую бабочку. Она прижалась к стенке баночки и тяжело дышала. — Как же мне ей помочь? — расправив ушибленное крылышко, подумал Твиттик. В это время младшая сестренка Юрочки с маленьким котенком в руках подбежала к банке и как закричит. — Смотри, Мурчик! — это она так называла своего котенка. — К нам птичка залетела. Сейчас я тебя буду кормить обедом. Сегодня у нас птичка на первое и бабочка на второе. Если все съешь, получишь конфетку. Как только Леночка приоткрыла банку, Твиттик, схватив клюв бабочку, быстро выпорхнул наружу, но почему-то не смог взлететь. Бабочка приземлилась на розовый цветочек на клумбе, а ему пришлось затаиться в траве. Мурчик замяукал и, вырываясь из рук Леночки, поцарапал ее. Леночка громко заплакала, а Юрочка прибежал и погнался за Твиттиком. Вдруг оранжевая бабочка оторвалась от цветка и влетела Юрочке в лицо. «Ай, ой!» – закричал Юрочка и замахал руками, выронив коробочку с красной краской. Твиттик поторопился взлететь и угодил прямо в эту коробочку с краской. Немедленно выпрыгнув из нее, он очень разозлился, а Юрочка заорал, что было сил. «Смотри, Ленка, у меня злая птичка! Сейчас я буду выстреливать ее из рогатки!» «Сначала посади ее в планшет!» – посоветовала Леночка. «Ты ничего не понимаешь!» – продолжал взволнованный Юрочка. «Это настоящая злая птичка! Сейчас мы построим башню из кубиков и будем стрелять!» Твиттик с ужасом вспомнил игру «Злые птички», в которую играл Юрочка, и приготовился к ответному бою. Он выглядел злым и красным, краска стекала по перьям и клюву, и, недолго думая, он взлетел на голову Леночки. Леночка завизжала не своим голосом. Юрочка пытался сбить Твиттика мухобойкой. Твиттик оттолкнулся, полетел и, не удержавшись на лету, свалился в маленький куриный загончик. Краска от него разбрызгалась на белых кур, и поднялся такой куриный переполох, что Твиттик сразу проснулся и вскочил, чтобы отбиваться от Юрочки, Леночки и кур. Летний ветер продувал гнездышко, и утреннее солнышко ласково щекотало Твиттика. «Ой, я проспал рассвет!» – расстроился Твиттик и вылетел из гнезда. На лету он без конца разглядывал себя, радуясь, что он не красная злая птичка, и что это был просто страшный сон. А на клумбе, на розовом цветочке, тихонько сидела бабочка и помахивала ему оранжевыми крылышками.